Большой исход кумыкского народа прошел сегодня в Дагестане. Люди собрались в пригороде Махачкалы за неразрешенной проблемой спорных земель. Они более 20 лет не могут пользоваться землей, на которую имеют законное право. Не добившись справедливости от властей, кумык обратились к муфтияту, расскажет Гуляри Фмезова. Ожидаемое количество участников этого митинга, митингующие предпочитают называть это сходом, порядка 4000 человек. Здесь собрались жители трех поселков – Альбурикент, Кехулай и Тарки. Место для проведения схода выбрано не случайно. Северный пригород Махачкалы – исторический так называемый Таркинский район Горской республики Дагестан. В 1944 году был расселен во время сталинского большого переселения кавказских народов. Люди были депортированы в Чечню. В последующем, уже в 1957 году, когда освобождались земли чеченцев, кумыкам оказалось просто некуда вернуться. Часть земель уже стала частью столицы Дагестана, это северная часть Махачкалы. Остальная часть пустовавшая никак не была оформлена. В 1991 году съезд народных депутатов, даже не вникая в то, что происходит, значит, волевым решением принимает вот такое необдуманное решение о переселении одних депортированных на земли других депортированных народов. И тут уже произошли разные эксцессы, которые были связаны с тем, что народ начал требовать восстановление справедливости, подключились правоохранительные органы, были столкновения, то есть получились вот такие конфликтные ситуации. В этом палаточном городке проживают несколько десятков семей. Остальные участники схода по факту тоже бездомные, потому что пригородные поселки и Тарки, и Альбурикент, и Кихулай юридически самозахвачены незаконные постройки. Сегодня проблема обострилась потому, что фактически решен вопрос Ауховского района. Чечни и депортированные будут переселяться именно сюда, на участок севернее Махачкалы. Сегодня как раз стоит и так такой же вопрос сегодня, нашему народу быть или не быть. Из-за этого мы хотим задать вопрос нашим правителям, что мы вообще граждане России или кто? Эти люди уже обратились в правительство Российской Федерации, в духовное управление мусульман России и отдельно в Муфтият Дагестана. Они пытаются использовать все возможные методы добиться исторической справедливости. Сегодня они обращаются даже в высшую инстанцию и надеются, что их коллективная молитва будет услышана.